Микс Ньюс Учёные бьют тревогу Неизвестно, как дело повернётся, может ледниковый период начаться Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждёт климатическая катастрофа Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку Как её избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн ублекислого газа на душу населения Слушайте по пятницам на Радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры Добрый день, 11 часов и 10 минут Мы начинаем программу Климат-контроль Неизменный Константин Рангс, как обычно в этой студии, в этой программе Практически всегда в это время Здравствуйте, Константин Добрый день, Суси Я в качестве ассистента, да, Анастасия Смоловская и Евгений Копейн нам помогают Тоже, как обычно, с утра это бывает в первой половине дня А сегодня мы говорим и поговорим и у вас спросим И вы, Константин, может быть, расскажете нам подробности Прошла очередная конференция ООН в Мадриде на этой неделе Были приняты какие-то резолюции, вот какие и что, может быть, расскажете И мне, и нашим радиослушателям Ну, надо сказать, что, если говорить кратко, да, не вдаваясь во все возможные там бюрократические информационные детали Провалилась конференция Вот так вот, можно сказать Конференция провалилась Ожидания не оправдала Ожидания же были огромные Особенно после этого Саммита ООН, который был в сентябре Накопей, в котором таким взрывным Взрыв был выступление Греты Тумберг Как вы смеете В общем, это же действительно был сильнейший такой толчок И после этого все думали, что, ну, вот-то теперь На этом конференции по изменению климата Наконец, дело сдвинется с мертвой точки И решим главный вопрос Как платить за выбросы? Ведь, собственно говоря, до сих пор в очень большой степени Все это напоминает разговоры за все хорошее против всего плохого Все согласны, что климат меняется Да, происходят изменения Есть нюансы Одни говорят, что это все только от действия человека Он запустил этот механизм Другие говорят, что тут накладываются всевозможные циклы Но все согласны с тем, что нужно что-то делать Как-то адаптироваться к этим изменениям А следовательно, нужно откуда-то деньги найти Откуда найти деньги? Ну, все логично Чем больше вы засоряете Чем больше вы употребляете продукции Которая вызывает выбрасывание углекислого газа Метана и других, так называемых, парниковых газов Тем, естественно, больше налог вы и должны платить И вот тут началось самое интересное Вся эта... Представьте себе, это можно провести такую аналогию Проходит консилиум врачей по поводу больного И врачи в какой-то момент времени Перестают говорить, что у человека болит Там все, пятьдесят И начинают говорить о стоимости лечения Сколько у кого какая будет операция И почему, например, условно говоря Дерматолог должен получить меньше, чем кардиолог В общем, собственно говоря Начинается уже своя свалка Дележка Тут, как говорится, умирающий есть больной Вот на столе А там начинается дележка Как мы будем гонорары делить Обсуждение Обсуждение Так вот, сейчас получилась такая вещь Что богатые страны Они, конечно, самые богатые Они, конечно, могут себе позволить Всякие благоглупости С точки зрения бедных стран И поэтому никто, собственно говоря В этих богатых странах Не особо так не переживает То есть, они все говорят Что нужно бороться за экологию По данным всех опросов В Западной Европе, в Японии Очень, в Южной Корее Очень большое внимание Уделяют экологическим вопросам Правда, в Восточной Европе К экологическим вопросам Отношение уже на каком-то там Пятом, шестом, седьмом месте В первую очередь, это благосостояние А уж про третий мир и говорить нечего Те вообще мечтают потреблять И потреблять много, со вкусом и хорошо Они еще не наелись Они еще не наелись И поэтому получается Когда вы говорите о том Что нужен кто-то платить Получается, что как раз Нынешние бедные страны Поскольку они будут много потреблять И потреблять продукции Выпущенные без всяких Экологических заворочек Они должны будут больше платить А богатые страны Которые уже, что называется Накушались до пуза Они-то как раз Вот платить должны будут меньше Это сочли несправедливым И начались дискуссии Самое бы интересное Но дело все в том Что ведь в Европе в этот момент Новый состав Еврокомиссии Тоже активно стал продвигать Свою зеленую инициативу И конечно говорят Что это в очень большой степени Проект нового председателя Еврокомиссии Так скажем Нашего европрезидента Госпожи Урсула фон дер Ляйн Про который в той же Германии Говорят, что она благополучно Грохнула германскую армию Со своими проектами Но теперь вот она там В Евросоюзе подключили Порядки наводит Но это опять-таки злые языки Но вопрос-то не в этом Вопрос в том, что и тут Обнаружились, что называется Бунт на корабле появился С одной стороны Чехия с Венгрией заявили Что экология Экология И значит атомные электростанции Должны быть вычеркнуты Из вот этих вот Запретов по зеленой энергетике Зеленые в той же Германии Крякнули Но этих двух поддержали французы У которых по-моему 75 или чуть ли не 80% Всей генерации это атомная И французы от атомной энергетики Отказываться абсолютно не желают И в общем такая есть даже шуточка А вы зайдите в наши города У нас не так воняет углем Как в Германии С другой стороны Опять же Польша У которой точно 80% Генерации Это угольная генерация У которой десятки тысяч человек Работают на угольную промышленность Заявила, что вообще Не может двигаться путем Который предлагают другие западные страны Типа потому, что А вы возьмете на содержание наших шахтеров? Нет, вроде бы как бы не берут Тогда о чем вопрос? Надо что-то делать Получается, ради общего блага Мы, поляки, должны ложиться под танк? Это тоже как-то Или, скорее всего, под угольный комбайн То есть, это тоже как-то грустная ситуация И вот на всем этом получилось Что вопросы экологии Как бы здоровья планеты Очень быстро перетекли В вопрос политики Причем политики Не только внешние Но, в первую очередь, внутренние Какой политик сейчас реально В той же Польше Может взять и сказать Да, мы должны закрыть угольные шахты Но вот хотелось бы выяснить Что будет дальше С этим самым политиком А надо сказать, что за поляками Пристроятся тут же и румыны У которых очень похожие проблемы Да и те же самые чехи с венграми С атомной энергетикой Они тоже, в общем-то, и за газ, и за атом Так что тут все понятно Бунт на корабле реальный А какие варианты? Если это соглашение Вот мы в этой студии Мы разговаривали с нашим латвийским синоптиком И тоже затронули тему экологии Говорили о том, что вот мы зеленая страна Например, Латвия Вот мы молодцы, лесов много Но мы на этой планете не одни И то, что мы выполняем свои квоты Мы, конечно, молодцы Но если в Индии в этот же момент Происходит там глобальное загрязнение Нам от этого не лучше А то, что мы молодцы И квоты выполнили То есть это соглашение В котором должны принять участие И согласиться Прийти к какому-то консенсусу Очень много сторон Это вообще возможно? А вот в том-то и проблема Что оказалось, что на самом деле Все не так просто То есть люди совершенно разные И представления разные Причем не только в разных странах Вот помните эту замечательную фотографию Греты Тунберг Которая едет в тамбуре поезда Как ее раскритиковали после того, Как выяснилось, что потом она села в первый класс Вот это очень принципиальная разница поколений Поколения, так скажем, те, кому сейчас 40 и старше В основном Это поколения даже 30 и старше Это поколения, которые четко понимают Что первый класс Это не только сидячее место Это еще и статус Это услуги и все такое прочее Удобство Для поколения, для той же самой Греты Это имеет, конечно, очень маленькое значение Для нее интересно то, что в поезде было полно народа То есть люди ездят правильно Но дело все в том, что сама Грета плывет через океан На дорогущей яхте Но для нее это не важно, что яхта дорогая Хотя для всех остальных как раз Это же такая яхта дорогая Для вот этого поколения сытых детей Вот эти вещи, статусные вещи Они как бы само собой разумеющиеся А вот для тех, кто помнит, как он не наедался Для тех, кто еще не наелся И для тех, кто только мечтает И, что называется, даже не наедется Нажраться по полной программе Вот для них все вот эти вот призывы Поколения Греты Это все блажь И они абсолютно не собираются Так скажем, им следовать Мало того, они к ней относятся очень агрессивно Еще интереснее и забавнее Это то, как относятся на территории постсоветского пространства Когда люди, которые считаются либералами Ну, в той же самой России Они начинают писать посты Статьи, да В которых обвиняют Грету Тунберг и ее последователей Ну, в последовательности коммунизму Красным идеям, что она на самом деле не зеленая А красная И в известной мере возникает вопрос Возникает вопрос, почему? А потому, что она предлагает уменьшить их право Тратить, получать и тратить деньги Право на капитализм Право вот на... Ну, это даже вот право на такую рыночную экономику С таким восторженным потреблением Вот это вот... Их больше не нюансы экономики интересуют А возможность потреблять, что называется... Что хотим, где хотим и сколько Да, вот... И вот то, что она предлагает им ограничиться Это все, это коммунизм, сталинизм Тут все, что угодно придумают И это действительно очень важный момент Потому что с точки зрения либерала западного Вот я сейчас вот в Финляндии общался с людьми Которых можно назвать западными либералами Они-то, конечно, более левого толка Они как раз приходят к точке зрения Говорят о том, что вот как раз если вы говорите о свободах В том числе свобода предпринимательства Свобода слова, свобода собраний Ну, это классический набор Но вы тогда должны принимать о том, что существует ответственность Свобода предполагает ответственность И мое ограничение моего самодурства Самоконтроль Да, это знаменитая фраза Моя свобода махать кулаками Заканчивается у носа моего ближнего То есть, вот это, это другое мироощущение В свою очередь, восточники говорят А у вас коммунизма не было? В советском вот этого образца Вы понятия не имеете, что такое Когда вот эти самые квазилибералы Все эти дорвутся до власти И начнут нас притеснять Мы как только про коммунизм и про либералов заговорили У нас сразу звонки пошли Это естественно Доброе утро Здравствуйте Здравствуйте Алексей, меня зовут Я вот по поводу Греты хотел бы дать комментарий Ваш коллега, ваш партнер Как бы по сегодняшнему разговору Упомянул левых Вы знаете, я потом убежден достаточно глубоко Левый человек Но я скажу, что Грета не пропагандирует никаких левых идей Ни в коем случае Дело в том, что это классический вариант Как бы такого достаточно злобного и агрессивного пиара Причем крайне нелицеприятного Это взяли больного ребенка, по большому счету У нее диагноз А, и у нее ногу написан, кстати говоря Вот И вот на пожалейку давят на обывателя То есть, по большому счету Деньгами экологию не решишь Где платили траулеров? Кто выделил хотя бы копейки, чтобы очищать вот эти мертвые зоны В океане, которые там размером во Францию Плавают из мусора Этого ничего не происходит То есть, бороться с потеплением климата С изменениями климата Это все равно, что бороться с Луной, по большому счету Климат всегда на Земле менялся Антропогенно, не антропогенно Это не имеет значения А что для этого делается? Да ничего ровным счетом Но налоги нам поднимут Понимаете? Это работа с обывателем Это очень грязная технология Честно говоря, было даже стыдно как-то Я видел это Вот этого кричащего на истерике ребенка И дело в том, что А насчет привилегий, которые дает первый класс Или дорогая яхта Я думаю, что она просто в силу своего диагноза Этого не понимает Она не может это осознать Потому что мои дети, например, очень хорошо понимают Когда мы летим 5 лет бизнес-классом Или эконом Они же в 5 лет это врубаются Она просто в силу своей врожденной патологии Не может этого понять Но свинство со стороны здоровых людей Которые на этом будут зарабатывать деньги Просто беспримерное То есть я к Грете ничего не могу сказать Для меня она больной ребенок Ее можно только сочувствовать ей Но взрослым Ну совсем стыд потеряли люди Вот что я хотел сказать И к экологии никого отношения не имеет Только про бабки Спасибо Ну вот видите, как раз об этом-то и разговоры делают Что сразу все упирается в деньги И вопрос-то действительно Что сбором мусора Вот насчет Вот сейчас сходило судно датское Мусор собирать Насобирала Евроньюз показывала То ли 5 тонн, то ли 6 тонн мусора собрала Но это вообще, собственно говоря, капля моря Фикция Очень важно другое, что было сказано Было сказано про то, что больше половины всего мусора Который собрали эти энтузиасты Это были старые рыболовецкие сети Так извините меня Если пакеты полиэтиленовые Которые нам запрещают сейчас Или повышают цену покупать Составлять меньше половины Тогда получается для начала Нужно разбираться с рыбаками Почему это вдруг у них сети болтаются в океане А рыбаки сразу скажут А что же делать? Шторма Сети рвутся Уносятся Как мы их контролировать так будем? Отказываться от рыбы? Ну так вы только что сказали Что надо с коровами завязывать Потому что они портят воздух метаном Значит, коровы плохо Говорили, надо рыбу От рыбы сети От сети в море То есть, где конец вообще этой бесконечной череды Вот этих взаимосвязанных вещей То есть, я хочу напомнить Что дело-то не в том, чтобы Сейчас уже говорят про ограничения Связанные, что остановим изменения климата О том, что мы должны как-то адаптироваться К этим изменениям Одна из форм адаптации Перестать мусорить Ведь мусор-то, полиэтиленовый пакет Не сам уплыл в океан Мы же его выкинули туда Значит, нужно тогда что-то решать с этими сетями Что-то же нужно решать с другим мусором Ведь мусор-то тоже, как говорится Это интересная вещь С одной стороны, все хотят, чтобы мусора не было А с другой стороны, никто не хочет, чтобы мусор Собирался на его земле Это и в Латвии, это мы видим эту же ситуацию В России, да где угодно Есть страны, которые долгое время жили на том, что отдавали свою землю для сбора мусора А потом они спохватились, что жить-то уже негде становится И они теперь уже выступают, как Филиппины, например Они выступают против этого А мусор-то все равно же куда-то надо девать Потому что с точки зрения бизнеса лучше продать картошку упакованную в коробочку Чем продать ее просто так вот насыпанную Вы посмотрите, все больше и больше становится даже самых привычных продуктов в упаковке Расфасованная уже Расфасованная, да, потому что так удобнее Примем еще звонок Доброе утро Доброе утро Здравствуйте А давайте о сегодняшних реалиях Вот 5-7 минут назад проблема То есть я сейчас, я строитель Взял полный бус строительного мусора И я ответственный строитель Я никогда в жизни ничего не выкинул в лес А когда я проезжаю мимо, вижу какую-то вещь Мне не лениво притормозить И это закинуть в свой бусик Сейчас я приезжаю в Гетлине То есть я плачу там 70 евро за тонну мусора, который я привез Теперь смотрите, они что сделали Они на пласты, поставили несколько контейнеров И там теперь ответственный человек Он проверяет теперь, какой именно мусор ты берешь и выкидываешь И теперь что получается Из моего мусора, который я сейчас привез Ведерко, в котором есть 20 грамм краски пластиковые У меня не приняли 4 штуки Дальше Лампочки, вот обычные лампочки Две лампочки кинуть в кучу можно А 30 лампочек нельзя Они у меня опять остались в мусоре И вот куча мусора, который они не принимают То есть это Гетлине, официальная свалка Что интересно То, что я кинул в контейнер На пласты Они поднимают и выбрасывают в общую кучу То есть у нас нету переработки Ну нету То есть неважно Одна лампочка или 100 лампочек Это все равно выкидывается в кучу И теперь вот вопрос, смотрите, я строитель У меня каждая минута на счету У меня полбуса, мусора не приняли за деньги На нашей официальной свалке и переработке Мне это в лес сейчас выкинуть? Куда мне с этим? Вот такой вопрос Да, вот это очень важный момент И самое интересное, что если, допустим, вот здесь бы у нас сидели представители этой свалки То я абсолютно уверен, что у них бы тут же обнаружилось бы целый список ответов Почему они это так вот поступают И очень боюсь, что в конечном счете бы по цепочке Это пришло бы какой-нибудь очередной регуле Евросоюза За каким-то длиннющим номером Которая предполагает, что нужно поступать так, а не иначе Кстати, хочу сказать, что, например, в той же самой Западной Европе Возмущение брюссельской бюрократии просто фантастическое То есть, там такие бюрократы, что... Ой-ой-ой, история про изменение длины огурцов – это верх логики Там хоть понятно, зачем огурцы должны были быть определенной длины и прямые Чтобы их хорошо можно было в ящики укладывать Но ведь были же совершенно разные вещи Форма обсуждалась, дискутировалась Форма слива в унитазе Вот как оно должно выглядеть, да? Как должны плавать там все продукты жизнедеятельности Но вот это действует, почему-то огромная масса Лоббисты, которые пропихивают ту или иную вещь То есть, получается очень интересная вещь Возвращаясь к первому звонку о том, что, да, активисты, они выступают Они верят в то, что они говорят Но существует еще огромная масса бюрократов Которые благополучно занимаются пережевыванием Вот это перемалывание воды в ступе И создают какие-то новые решения Которые, если уже так начать говорить с научной точки зрения Вызывают такое, мягко говоря, удивление Вот, например, все упирается, вся вот эта борьба Сейчас вот упирается в том, что будем отказываться от пластиковой посуды От пластиковых этих самых чашечек и прочее Причем специалисты говорят, простите Пластиковые переработать, утилизировать гораздо проще Чем так называемые бумажные Да, я тоже слышала Потому что бумажные на самом деле не бумажные Это слой тончайшего пластика, бумаги и опять пластика Иначе бы они протекали, расползались Вот люди, которым под 60, помнят, какие были в советское время Пластиковые стаканчики, вощеные Они хорошо держали холодный напиток минут 20 Ну вот, может быть, да А горячий напиток нужно было пить сразу Потому что они действительно расползались Но они были настоящие бумажные А сейчас эти бумажные стаканчики, они не бумажные Непонятно, как их перерабатывать, сжигать Но, простите, тогда это прямой способ выбрасывать в атмосферу Не только углекислый газ, но и много чего еще интересного Звонки у нас есть и темы для обсуждения есть Поэтому встретимся через неделю в этой студии Обязательно Да, потому что говорить об этом можно вечно Спасибо слушателям за участие Спасибо вам, Константин, всего хорошего До свидания